Самые жаркие и напряженные схватки чемпионат России по греко-римской борьбе собрал в Одинцово сильнейших спортсменов страны. На трех коврах одновременно соревнуются борцы из 50 регионов сборной Московской области на правах принимающей страны. Выставила самую многочисленную команду – 38 спортсменов. Это весь молодежный состав, который пройдет обкатку на чемпионате. Подмосковные спортсмены выступают, ну, в принципе, ожидаемо. У нас вчера Степан Маринян занял первое место. Это один из лидеров нашей команды. Еще один лидер нашей команды весовой категории 60 килограмм Сергей Емельин освобожден от этого чемпионата, потому что является лидером в своей весовой категории и ждет победителя этого чемпионата, чтобы вместе с ним поехать на международный турнир в Сербию и там оспаривать право на поездку на чемпионат мира, который состоится в конце октября. Чемпионат России по греко-римской борьбе в Одинцово проводится впервые. Поддержать спортсменов приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и легендарный борец Александр Карелин. Здесь же президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и серебряный призер Олимпиады 2016 года по вольной борьбе Валерия Коблова. Федерация активно работает по всей стране. Случайно, когда идут Олимпийские игры, как правило, первые и в большом количестве медалей нам приносят борцы в самых разных весовых категориях. И, конечно, Михаил Герасович большое значение уделяет развитию в том числе и вольной борьбы, и классической борьбы здесь, в Подмосковье. Александр Александрович открывает детские школы. Мы с ним в Люберце ездили, наверное, пару лет назад. Открыли в школе два великолепных зала. Огромное количество ребят занимается в самых разных городах. Когда был период согласования места проведения и дат по Чемпионату России, мы с Андреевичем очень большое значение закладывали в то, чтобы это было замечательной, дорекламной, пропагандистской площадкой. Чтобы не только специалисты, не только наставники могли увидеть ребят этих мастеров, как вы правильно сказали, но чтобы пришли те родители молодые, которые сейчас находятся перед выбором. Куда поставить, какие задачи поставить перед своими детьми. Я надеюсь, что это лучший рекламный щит, который можно было исполнить. Здоровое и оптимистическое спортивное настроение присутствует в Московской области. Поэтому не случайно, еще буквально две речи. Во всех возрастных категориях представители Московской области присутствуют в национальных сборах. Это говоря о том, что традиционная спортивная борьба имеет исторические корни здесь. Ну, к примеру, не столь традиционная, как, например, в Новосибирске, на Северной Кавказе или в Калининградской области. Тем не менее, вот это всестороннее развитие. Самое главное – этим социальным уклоном – увлечь детей, рассказать им о истории, о предмете. Ну и дать им возможность реализоваться. Самое главное. В последние дни проведения чемпионата на борцовские ковры выйдут спортсмены в весовых категориях до 67, 77 и 97 килограммов. Финалы состоятся в пятницу. В весе до 130 килограммов выступит Одинцовский борец, бронзовый призер Олимпиады в Рио Сергей Семенов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команды России. Затем спортсмены отправятся на подготовку в Адлер и Кабардино-Балкарию. А в конце октября выступят на чемпионате мира в Будапеште. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.